Сейчас мы подготовили для вас несколько видеоклипов, как игра. Я тебя люблю. Как вы думаете, что это значит? А вот скажите, вот у вашей компании есть корпоративный самолет? Всем привет, меня зовут Юля, это моя подруга Карина. И сегодня у нас есть невероятная возможность взять интервью у генерального директора, президента марки Ивроше, Бриса Роше. Так что давай это сделаем? Да, мы очень волнуемся, но мне безумно интересно узнать, как это все происходит изнутри. Потому что марку Ивроше я знаю уже очень давно и все время заходила в магазин. И мне всегда было любопытно узнать, что за люди стоят у истоков компании. И сегодня у нас невероятная возможность взять интервью у Бриса Роше и расспросить про все вот эти детали, которые мы никогда не знали и откуда нам узнать. Вот сегодня узнаем. Здравствуйте, Брис. Спасибо большое, что согласились дать нам интервью. Я хотела бы задать вам такой вопрос. В этом году бренд Ивроше празднует большое событие. Скажите, какое? Да, спасибо вам тоже за встречу. У нас сейчас особенный год. Мы празднуем 60 лет со дня основания марки. Это 60 лет работы во имя красоты и 60 лет вовлеченности в наше дело. Скажите, а как вы считаете, 60 лет это все-таки много или мало? Вы знаете, это одновременно и много и мало. Это много, потому что за 60 лет мы успели сделать довольно много. Но это мало, потому что мы должны развиваться и у нас впереди еще много работы. Скажите, пожалуйста, как изменился бренд за это время? Что меняется, а что остается неизменным? Вы знаете, мы скорее модернизировались, стали современнее. Мы сохранили свои корни. С самого начала мы являемся ответственной маркой. С самого начала мы сделали выбор в пользу природы, в пользу естественного. Мы выбрали экологичное развитие и выбрали путь обращения ко всем женщинам. Но мы изменились. Мы модернизируемся, мы идем в ногу со временем. Да, спасибо большое. Еще хотелось бы немного поговорить с вами о вашей штаб-квартире. Подскажите, пожалуйста, где она находится, сколько человек работает, вообще как она выглядит? Наша марка родилась в маленькой деревне в французской провинции Британии. Это местечко называется Ля Гасси. С тех времен, естественно, деревня расширилась. И сейчас там, где зародилась компания, находится ботанический сад, в котором вы можете найти более полутора тысяч различных видов растений. Там же, неподалеку от деревни, расположены 70 гектар наших экологически чистых полей, где мы выращиваем наши растения. Я хочу подчеркнуть, что порядка 10 основных растений марки мы выращиваем непосредственно в Ля Гасси. Неподалеку от деревни расположены наши заводы, которые тоже можно посетить. Это не просто производство, это не просто место. Там также можно жить. Можно приехать в наш эко-отель, спа, расположенный непосредственно в Ля Гасси, пообедать в нашем ресторане, который сочетает биологическую чистую кухню с использованием исключительно продуктов, купленных недалеко от данной деревни. В отеле существует спа-салон, который, естественно, пользуется исключительно продукцией и в Роше. Каждый год в Ля Гасси проводится фото-фестиваль, на котором представлены работы, отражающие нашу жизненную позицию марки, нашу работу на благо планеты и исполнение наших экологических обязательств. Вообще, я хочу сказать, что само место Ля Гасси отражает суть марки и отражает то, для чего мы работаем и за что боремся. А что является главной особенностью продукции бренда Ивроше? У нас много особенностей. В первую очередь, я хотел бы сказать о том, что мы выбрали природу как путь своего развития. Эта наша особенность заключается также в том, что мы самостоятельно разрабатываем активные вещества для нашей продукции. Естественно, речь идет о растительных активных веществах. Почему же мы выбрали природу? Во-первых, потому что мы считаем, что будущее за природой. И это убеждение основано на двух принципах. Во-первых, мы убеждены, что имеем счастье жить и работать в самой большой и самой старой лаборатории, с которой не может сравниться ни одна другая. Речь идет о нашей природе. Это уникальная лаборатория, которая действует уже более 4 миллиардов лет. Второй момент заключается в том, что мы живем в экологии, мы живем на земле, и человек так или иначе влияет на окружающую среду. Мы считаем, что Марко и Фраше несет обязательства по сохранению окружающей среды. И стараемся работать в этом ключе. В качестве примера наших экологичных обязательств я хотел бы рассказать о нашей программе «О зеленим планету вместе», в рамках которой мы приняли на себя обязательство высадить 100 миллионов деревьев по всему миру. И мы очень рады сообщить, что в настоящий момент уже 85 миллионов деревьев были посажены Марко и Фраше. Это наш путь, наш путь развития с уважением к окружающей среде и к планете. Вы сказали, что компания и Фраше экологически ответственная, но при этом вы продолжаете использовать пластиковую упаковку. Скажите, почему так? Нет ли в планах поменять на что-то другое? Хороший вопрос. Благодарю вас. Да, использование пластика – это одна из наших озабоченностей, и мы постоянно думаем о том, как с этим быть. Хотел бы отметить, что мы постоянно сокращаем использование пластика в нашем производстве. А все, что мы используем, это пластик, подлежащий вторичной переработке или вышедший после вторичной переработки. Например, скоро мы запускаем новую линейку ухода для волос, которая будет замечательна тем, что мы представим ее по замечательным ценам, по лучшим ценам на рынке. А также хочу отметить, что она будет очень эффективна. Эта линейка будет упакована в пластик вторичной переработки. И продолжая ответ на ваш вопрос, хотел бы рассказать о глобальной инновации, которую мы реализовали два или три года назад. Это сильная инновация в косметической индустрии. Речь идет о нашей линейке эко-шампуни или эко-гели для душа. В чем суть? Мы создали концентрированные средства, одной упаковки которого хватает для того, чтобы обеспечить вас средством на 40 или 50 сеансов принятия душа или, соответственно, мытья головы. Всего лишь одной капли продукта достаточно для того, чтобы принять душ. Это позволило нам сильно сократить размер упаковки, и вы получаете ту же эффективность и то же количество сеансов душа в упаковке 100 мл, для которого раньше вам необходима была упаковка 400 мл. Такое сокращение объема позволило нам в два раза сократить использование пластика при производстве упаковок. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, какой продукт в ассортименте Евроше самый экологичный и в чем его экологичность? Я думаю, это как раз тот продукт, о котором я только что говорил, наши эко-шампуни и эко-души. Я очень горжусь этим продуктом и хочу сказать, почему. В первую очередь, это инновация. Это инновация не только для компаний, это инновационный продукт для всей индустрии красоты. Мы единственные, кто производит сейчас такое. Кроме концентрированного состава, хотел бы отметить, что 95% состава этого продукта представлены природными компонентами. Мы, как я уже сказал, смогли в два раза сократить использование пластика при производстве упаковки, что, в свою очередь, позволило нам в два раза, опять же, сократить выбросы парниковых газов в атмосферу. При этом мы сохранили эффективность и дарим нашим потребителям то же удовольствие от использования нашего продукта, что и раньше. Я очень горжусь этим достижением, поскольку мы сделали его сами. Наши фитологи, агрономы, ботаники, сборщики урожаев и много-много других профессий в составе компаний работали для того, чтобы запустить этот инновационный продукт. Одновременно уважая кожу женщин и уважая окружающую среду. Спасибо, что вы рассказываете. Очень впечатляет, на самом деле. И я рада, что сейчас все компании стремятся стать более экологичными. Обязательно попробуем шампуни и гели, о которых вы говорили. И вот такой вопрос. Все-таки основная идея бренда, какая она? Мы стремимся быть и оставаться маркой в сегменте красоты, которая с наибольшим уважением относится к красоте женщин и к окружающей среде, при этом сохраняя доступный уровень цен на наши продукты. Скажите, а сколько сейчас бутиков и в России, и вообще по всему миру? В России мы вышли на уровень в 440 магазинов, а по всему миру их более 4000 в разных странах. Скажите, могли бы ли вы пожертвовать эффективностью продукта ради материальной выгоды? Вы знаете, в последнее время я прихожу к выводу, что стоимость разработки и производства наших формул будет расти в ближайшее время. Мы, как я уже сказал, сделали выбор в пользу использования природных компонентов, в пользу исследования природе. И я уверяю вас, что 100% активных веществ, используемых в наших продуктах, являются веществами активного растительного происхождения. Реальность заключается в том, что растительный мир, он как мы, растения, конечно же, не говорят, не ходят, но они живые, так же, как и люди. За 4 миллиарда лет истории они смогли адаптироваться и развиваться. Они адаптируются к воздействию солнца, к согрязнениям окружающей среды, к прочим влияниям извне. То же самое делает наша кожа. Именно поэтому мы сделали выбор в пользу растительных компонентов, поскольку наша кожа лучше всего воспринимает то, что ей близко. А ведь у нас с растениями почти полностью схожая ДНК. Мы никогда не откажемся от этих принципов. Ни для прибыли, ни для чего-либо другого. Мы всегда будем следовать нашей основной идее, о которой я говорил. Это быть и оставаться маркой, которая с наибольшим уважением относится к женщинам и к природе. Я вот по-русски знаю только... Мишка, я думаю, это значит медведь. Мишку я знаю откуда. Дочка смотрит мультфильм «Аши медведи». Нам приятно. Давайте, может, мы вам какое-нибудь слово еще научим, чтобы вы знали. Да, с удовольствием. Я тебя люблю. Как вы думаете, что это значит? Не знаю. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Сейчас ты знаешь. Как по-русски красота? Красота. Мы знаем, что вы хотели бы быть музыкантом. Значит, скорее всего, у вас есть какая-то любовь к музыке, к каким-то исполнителям. Но вы вряд ли слышали каких-то русских исполнителей. Не только русских, скорее русскоязычных. Поэтому сейчас мы подготовили для вас несколько видеоклипов, как игра, в которых мы вам покажем клипы наших каких-то ребят, которые делают музыку. И очень хотели бы знать ваше мнение по этому поводу. Как вам нравится, не нравится. Мы надеемся, что вам понравится. Окей. Старт. Давай. Да, давай сначала все твои. Просто говорите нравится, не нравится. Слушали бы ли вы такое? Верни, 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 вероника, чика-чика-чика-чика, ты смелая клунейка, чика-чика-чика-чика. Это поп-музыка я такой. Вы бы такое слушали? Я люблю блюз и джаз, но это тоже неплохая песня. Может быть, что-то вам еще больше понравится. Скажите, как вам такое? Да, симпатичный. Как вы думаете, о чем клип? О, о чем песня, да. Никакой даже идеи. Окей. И еще, да. Очень хорошо. Скажите, знаете ли вы Диму Билана? Кого-нибудь вообще знаете из русскоязычных? Думаю, нет. А какие у вас любимые исполнители? Я на самом деле очень люблю джаз и много слушаю его дома. Мне нравятся самые разнообразные разновидности этого стиля. И я, может быть, за это и люблю джаз, за то, что это музыка, которая постоянно меняется с течением времени. От новоорлеанского джаза Луи Армстронга до современных направлений, таких как, например, фри-джаз. И мой любимый артист, мой любимый исполнитель — это Майз Дэвис. Я знаю только Луи Арм... 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 Армстронга. Луи Армстронга. Я тоже люблю его песни, но больше я люблю свои песни. Ну что ж, дорогие друзья, мы очень надеемся, что вам понравилось это видео. Мы волновались, но получилось очень здорово, интересно и даже весело было, и анекдоты были. Очень надеемся, что вам тоже было интересно смотреть. Если так, то ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. И, между прочим, у Карины на канале вы можете посмотреть продолжение этого интервью. Там еще больше крутых, интересных вопросов и еще больше музыкальных клипов. Так что обязательно переходите. Мы вас безумно любим. Целуем, обнимаем. И всем пока. Пока.